Утро от первого, мы на месте. Тремя на заработал, вручили лету, сколы, вылезли. Из-за принят, уезжаем. В одном из магазинов Туркестана незаконно торговали патронами и ружьями. Во время обыска полицейские изъяли 990 патронов для охотничьих ружей 16-го калибра, 15 килограммов дроби и один глушитель, а также изъяли со склада 925 патронов в 12 коробках. В доме хозяев магазина изъяли газовый пистолет. Данный факт зарегистрировали по статье незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Назначена баллистическая экспертиза. В настоящее время проводится досудебное расследование. Пожар произошел в индустриальной зоне «Онтустек» 15 января. На пульт управления 101 поступила информация о пожаре в Генбекшинском районе Шимкента. По улице Капалбатыа прибывшие первые пожарные подразделения установили, что пожар произошел на территории ТО «Бумпром» по переработке макулатуры. Горел отдельно стоящий цех, внутри которого находятся 3 тонны макулатуры. Происходит горение остатков картона. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. Пожар потушен в 13-18. На месте пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники. Оперативная информация поступила 13 января пожарным. В Абайском районе произошло возгорание матраса, пола и подоконника в заброшенном доме. Площадь горения составила 9 квадратных метров. В результате пожара обнаружен труп мужчины. Личность устанавливается. Предположительный человек без определенного места жительства. Причина пожара устанавливается. Автобус сгорел в Датлавшемкинте. Информация о пожаре поступила пожарным 13 января. Загорелась в моторной части салон автобуса «Ванхул», который стоял возле частного дома, расположенного по улице Ерметова. Пожар был полностью потушен в 12-20. Жертвы погибших не было. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливается. На место происшествия мобилизовано отделение ДЧС. 10 сотрудников этой единицы техники. В Туркестанской области в частном жилом доме взорвался газовый баллон. Погиб один человек. Трагедия произошла 14 января. В городе Шардара в частном жилом доме произошел взрыв предварительно газового баллона с последующим частичным обрушением крыши и стен. До прибытия подразделений ДЧС из-под завалов с соседями были извлечены двое детей и доставлены в центральную районную больницу. На месте обнаружено и извлечено из-под завалов тело женщины. Причина взрыва устанавливается. Сотрудники Сайрамского районного отдела полиции задержали двух подозреваемых в краже домашнего скота. В полицию с заявлением обратился местный житель и сообщил, что из хозподворья неизвестные похитили четырех племенных бычков. Ущерб потерпевшему составил около одного миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье скотокрадства. Полицейские всего за пять часов установили личность подозреваемых. Двое злоумышленников, задержанные по месту жительства, оказались односельчанами потерпевшего. В течение двух дней скотокрады дважды совершили кражи. Они привязывали бычков веревкой и уводили, прятали свои машины. Затем разделывали краденый скот, а мясо продали. Подозреваемые арестованы в настоящее время приводятся досудивные расследования. Спасатели Тургестанской области доставили беременную женщину в больницу. Она не смогла добраться до больницы из-за того, что дороги были заметены снегом. В аварийно-спасательной операции были задействованы пять спасателей и одна единица внедорожника, которые доставили беременную женщину и еще двух пациентов в районную больницу. Утро от первого, ты на месте. Тринанс за рулетом вручили в эту сколу поезда. Ты запринят, уезжаем. Ты запринят, уезжаем. Продолжение следует...